В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ. Рекомендации специалистов по профилактике заболевания. Цифровая палитра. В детской школе искусств номер 2 открылась выставка педагога и воспитанников медиа студии Фристайл. Готов к трудообороне, в Сарое проходит зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Далее расскажем обо всем подробно. Вспышка инфекции, вызванная коронавирусом нового типа в Китае, набирает обороты. По последним данным, заразились около 6 тысяч человек. Более 130 скончались от пневмонии, вызванной осложнениями. Случаи заражения зарегистрированы в США, Южной Корее, Японии, Канаде, Франции, Австралии. Запущен онлайн-сервис мониторинга распространения коронавируса. Программа отображает информацию Всемирной организации здравоохранения, которая обновляется в онлайн-режиме. Красным цветом на карте отмечены страны, в которых зафиксировали случаи заражения. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России также информирует саровчан о симптомах заболевания и мерах профилактики. Инкубационный период длится от одного дня до двух недель. Первые признаки заболевания – повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание. Может быть диарея, тошнота, учащенное сердцебиение, главные боли. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай. Приезжающим в КНР необходимо соблюдать меры предосторожности. Не посещать рынки, где продают животных и морепродукты. Употреблять только термически обработанную пищу, ботулированную воду. Не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия. Использовать маски и мыть руки. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью. При визите к врачу на территории Российской Федерации рассказать медицинскому персоналу о времени и месте пребывания в Китае. К другим новостям. Продолжаем медицинскую тему. Число заболевших гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превысило недельный эпидемический порог. В 4% школ и детских садов региона объявлен карантин. В Сарове ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в пределах допустимого. Обычно пик эпидемии приходится на середину февраля, пока на карантин закрывают отдельные группы в детских садах и классах в школах. О первых признаках гриппа и мерах профилактики расскажем далее. К сезонной эпидемии город подготовился еще осенью. Большинство саровчан ответственно отнеслись к своему здоровью и сделали прививки от гриппа. По словам специалистов, подъема заболеваемости в городе нет уже порядка трех лет. Гриппом болеют лишь единицы. В основном те, кто не сделал прививку. Грипп есть. Грипп Б в основном, от которого прививка так не очень хорошо работает. А А просто единицы. А остальные все у нас идут респираторные вирусные инфекции. Это в основном парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-сенсиальный вирус тоже поднимает голову зимой. И вот эти вот инфекции, они есть. Диагноз гриппа ставится на основании клиника эпидемиологических данных и лабораторного подтверждения. Для лечения заболевания применяются противовирусные препараты, особенно эффективны их назначения в первые сутки от начала заболевания. Но не так страшен грипп, как его осложнение, которое намного опаснее, чем сам вирус. Это в первую очередь пневмония. Пневмония может быть и гриппозная, и потом свои эти бактерии, которые у человека есть, могут они поднять голову и вызвать заболевание. Чаще всего это пневмокок. И пневмококок, и пневмонии очень тяжелые, они деструктивные. Там полости в легких образуются, абсцессы в легких и так далее. Специалисты напоминают, чтобы избежать инфекции, необходимо укреплять и закалять свой организм. Нужно высыпаться, избегать перегрузок, больше находиться на свежем воздухе и правильно питаться. Не стоит забывать и о народных средствах и включить в свою рацион лук и чеснок. Это фитонциды, которые убивают и вирусы, и бактерии. Ну их просто вот на блюдечке, каждый раз, вот каждое утро свеженькие, потому что они высыхают и испарений уже от них нет. Ну и это все помогает. И просто есть. И некоторые любят и дети, и взрослые чеснок. Сейчас надо усиленно их употреблять. При посещении общественных мест можно пользоваться медицинской маской. Медики обращают внимание, что любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести к осложнениям. Поэтому необходимо при первых признаках инфекции обратиться к врачу. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Губернатор Глеб Никитин внес в ЗАГС Собрание региона законопроект о жилищном сертификате для нижегородских многодетных семей. Право на льготу будет у всех многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получивших бесплатно земельный участок. Размер выплаты составит 470 тысяч рублей. У граждан будет выбор – получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или земельный участок для ИЖС. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Военным и сотрудникам силовых структур проиндексируют часть выплат. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о страховых суммах, единовременных пособиях и ежемесячных компенсациях, которые прописаны в законах о полиции, о денежном удовольствии военнослужащих и в ряде других документов. Выплаты увеличат на 3%. Саровчан приглашает на очередное занятие школы ответственного собственника. Его посвятят работе с Саровской билинговой компанией. Участникам расскажут о полном комплексе услуг по ведению расчетов за услуги ЖКХ, возможностях, предоставляемых при работе в личном кабинете плательщика, онлайн-оплате и многом другом. Также горожане узнают и обсудят последние изменения в законах, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Занятие школы ответственного собственника пройдет в четверг в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17.30. Клуб любителей православной книги приглашает горожан на встречу, посвященную истории Свято-Успенской Саровской пустыни. Об истоках монастыря, буднях его насильников и многом другом расскажет историк, автор биографии Серафима Саровского Валентин Степашкин. Встреча пройдет 30 января в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17.30. Для справки. Клуб любителей православной книги появился в нашем городе 6 лет назад. За это время подовой гидрю успела пройти более полусотни мероприятий, которые посетили 12 тысяч саровчан. Для лиц старше 12 лет. 30 января на базе отдыха имени Гайдар откроется традиционный ежегодный фестиваль авторской песни «Зимородок-2020». По словам организаторов, в этом году показать свое мастерство и просто хорошо провести время придут несколько сотен исполнителей из разных регионов страны. Фестиваль завершится в воскресенье 2 февраля большим финальным концертом. В детской школе искусств номер 2 открылась выставка «Цифровая палитра». В экспозиции представлены фотографии, созданные педагогом и воспитанниками медиа-студии «Фристайл» в технике компьютерной графики. Мария Идолина показала зрителям свой взгляд на мир через объектив фотоаппарата. А ребята продемонстрировали мастерство владения дизайнерскими программами. Виды Петергофа, Кавказа, Сербии и родного края. Автор фотографий Мария Идолина отобрала для экспозиции любимые кадры из путешествий по России и зарубежью. На снимках есть общие планы ландшафтов, а есть только детали, которые отражают общую концепцию города или деревни. Мария в каждую поездку берет фотоаппарат и снимает то, что кажется ей красивым и фактурным. Я очень люблю работу, где моя дочь сидит на Эльбрусе. Очень это была памятная поездка, когда мы поднимались на большую высоту, конечно, не сами, но виды там были красивые, она была маленькая, и кадр запомнился. О каждой из представленных фотографий нам может рассказать историю ее создания. Все снимки особенные и сделаны с любовью. На одних много света и воздуха, другие отличаются большим количеством деталей и яркими цветами. Одна фотография почти полностью темная, с силуэтом мужчины. Поймала атмосферный кадр Марии на закате. Это пастух из моей деревни, в которой я выросла и провожу каждое лето, и он очень поет песни. Он стоит на берегу и поет песни, поэтому его видно, слышно. Он очень колоритный человек. Вторая часть экспозиции «Цифровая палитра» – это картины воспитанников медиа-студии, в которой Мария Долина учит ребят компьютерной графики. На выставке представлены лучшие работы учеников с первого по пятый класс. И компьютерная графика, и фотография – это все предметы, связанные с цифровыми технологиями, направлениями искусства. Это то, что связано с компьютером, с фотоаппаратом, с техническими средствами. Именно поэтому этому и учатся ребята на отделении медиа-студии. Есть совсем простые рисунки ребят, которые только осваивают специальные программы. В других уже видно мастерство владения компьютерной графикой. Рисунки такие, можно было бы нарисовать краской, но они нарисованы на компьютере. И что-то там смоделировано в 3D-графике. То есть у нас же параллельное обучение идет. То есть ребята, допустим, сделали макет куклы из бумагопластики, тут же куклу мы повертели через геометрические формы и сделали модель в 3D-программе. Украсили вернисаж яркие творческие номера в исполнении юных музыкантов. Познакомиться с творчеством преподавателей и воспитанников детской школы искусств номер 2 можно в структурном отделении по адресу улица Московская, дом 36, в часы работы школы, без возрастных ограничений. Елена Грецко, Евгений Шовцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Воспитанницы детской школы искусств завоевали новые награды. Ученицы-преподаватели по эстрадному вокалу Анжелики Ермаковой выступили на детско-юношеских фестивалях в Нижнем Новгороде и привезли дипломы лауреатов трех степеней. Подробности в следующем репортаже. Ксения Афонина второй год занимается вокалом в детской школе искусств. Девушка часто ездит на конкурсы, занимает призовые места. Последнее ее достижение – звание лауреата третьей степени на международном фестивале эстрадной песни «Взлетай» в Нижнем Новгороде. Несмотря на большой концертный опыт, перед выступлением Ксюша волновалась. Мне кажется, все перед выступлением волнуются. Любой участник, любой артист даже. Но это живые эмоции. Я не знаю, когда выходишь на сцену, оно пропадает. Вместе с Ксюшей на конкурс ездили и другие воспитанницы вокального отделения детской школы искусств. Василина Афонина выступила на фестивале уже второй раз. В этом году ее соперниками стали вокалисты из Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. Оценивали участников Родион Газманов, Дина Мигдал и Константин Бурдаев. Василина представила две композиции на английском языке. Песня «Девин Лават» из «Тон колд» более сильная. Можно показать свой голос, все эмилизмы, вокализы и так далее. А вторая песня, Тина Терна, «Simple the best», она зажигательная, яркая, такая классная. И судя, чтобы развеселились там тоже. Василине присудили два диплома лауреата второй степени. Еще одна воспитанница детской школы искусств Ксения Занина получила диплом лауреата третьей степени за песню «Российский флаг». Для девочки это первое серьезное достижение и стимул совершенствовать свой талант. В эти дни в Нижнем Новгороде также проходил фестиваль «Твой выход». Саров на нем представила еще одна воспитанница Анжелики Ермаковой Лиза Шестопалова. Девочка выступила в номинации «Джаз» с композицией «Папа играет на трубе». Мой преподаватель Анжелика Анатольевна очень волновалась о том, как я исполню импровизацию. Но когда я вернулась с конкурса с лауреатом первой степени, все волнения часом пропали. Я сама очень сильно волновалась, потому что было очень много достойных соперников. Они все выступали очень красиво, и исполнение было плавное и очень динамичное. В планах Лиза продолжит работу над песней, чтобы выступить на конкурсе в Казани в мае этого года. На лыжной базе прошел первый этап муниципального фестиваля ГТО среди учащихся образовательных организаций. Этот спортивный праздник проходит в нашем городе ежегодно. Выполнить нормативы комплекса смогли школьники от 9 до 17 лет. В первый день юным спортсменам предстояло преодолеть на лыжах дистанции от 1 до 5 километров. Геннадий Киселев с первого класса занимается лыжным спортом. Молодой человек все свободное время посвящает тренировкам. В этом году его выбрали для участия в зимнем фестивале ГТО, где он защищает честь родной 20-й школы. Это честь спать за школу, а также позволяет учить дополнительные балты, преимущества в связи с дачей ГТО и знаков отличия. Геннадий первым на своей дистанции пришел к финишу с большим отрывом, опередив соперников. Секрет успеха прост. Много лет он занимается в спортивной школе «Атом», имеет первый взрослый разряд. Геннадий отмечает, что в нашем городе растет популярность лыжного спорта среди молодежи. Проект был городской улучшение, лыжная база тоже больше здесь тянулась. Также на выходных часто вижу много людей, молодых катается, так что думаю у нас все хорошо. Лыжные гонки – это лишь первый этап зимнего фестиваля ГТО среди школьников. Второй пройдет в выходные в спорткомплексе «Юниор». По виду испытаний будет прыжок с места в длину с толчком двумя ногами, пресс количество раз за одну минуту, отжимания для девочек, подтягивания для мальчиков. После завершения второго этапа подведут итоги, победители получат кубки и дипломы. Из детей, показавших лучшие результаты, сформируют команду для участия в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в Лукоянове. Взрослые соровчане этой зимой также смогут попробовать свои силы в сдаче норм комплекса. Также у нас предполагается в феврале сдача ГТО. Это лыжи, плавание, стрельба. Всех желающим приглашаем, пожалуйста. Регистрируйтесь, приходите, мы всегда готовы принять. Центр тестирования ГТО в Сорове находится в здании «Бассейн и Дельфин». Телефон для справок 9-93-94. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Соров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!